Москали на березки и елочки тратят больше, чем на дороги, врачей и всех вместе взятых пенсионеров в любом колониальном городе. Деньги просто валом в Москве валятся. И власти, конечно, хотят их освоить как можно быстрее. На контрактах подписано на реконструкцию и создание парков в городе Москве. На сумму, которая равна или даже больше превышает весь бюджет такого третьего по величине города России, как Екатеринбург. Больше, чем Ростов-на-Дону, больше, чем Новосибирск, больше, чем все остальные города. Да вот на освещение деревьев 6 миллиардов. Это хороший такой городок мог бы жить на эти деньги. Вот видите, в Екатеринбурге. Мэр Екатеринбурга Ройзман, он даже не может себе представить, что такой бюджет в Москве расходуется только на благоустройство парков. Все равно продолжат пилить бюджет, тратить 20% денег Москвы на так называемое благоустройство, 50 миллиардов на какие-то парки целый, бюджет города Ростова-на-Дону, на подсветку деревьев и прочее. Похоже, что через муниципальных депутатов это остановить достаточно сложно. Вот такой строится сталинско-путинский фасад, весь этот гранит, мрамор, суженные улицы. Прямо как Сталин возводил в нижней стране все эти небоскребы, высотки после войны. Но он для самопиара, а здесь тоже что-то такое к выборам. Вот это, на ваш взгляд, все делается к выборам Путина, чтобы показать Москва образцовый путинский-собянинский город. Ну, одна из функций, безусловно, это, как вы и правильно сформулировали, что Москва самый передовой, самый развивающийся город. Но другая еще проблема, что в Москве оказалось слишком много денег. После повышения разных налогов... Ну так в Россию отдать? Да, после повышения разных налогов, после, вы знаете, введения дополнительных платежей, сбор, закап, ремонт, в Москве появилось много денег. Затопило улицы. Дождь смыл поселок. Горит тайга, так как не горело 10 тысяч лет. Деньги прожрала Москва на разгон облаков. На бесплатное жилье для придворной челяди. Я видел данные, что эти средства, инвестируя, развивая экономику, сегодня этого нет, развития, соответственно, экономики нет, нет источника инвестиций. И у государства этих денег нет. Да, это тот рост, который сейчас говорят, там, полтора-два процента, да, это за счет госпроектов он и идет. Почему такой, это статистический такой рост? Посмотрите на данные за первые полугодия, везде спад, везде. В строительстве на 60 процентов. На 60 процентов. Ну, сейчас реновация в Москве начнется, за государственный счет будут тоже строить. То есть, за счет налогоплательщиков всей страны для москвичей. Это за счет налогоплательщиков инвестировать правильно. Вопрос, как инвестировать и где инвестировать. Вы правильно подмечаете, что в Москве все жалуются и ругаются, и Зобянин обижается. Как москвичи не оценивают такие его действия? Ну, всем уже надоело просто. Уже в город нельзя въехать, нельзя, так сказать, пройти, все перекопано и так далее, и так далее. Но сказали, что это будет бесконечно. Плитку в одном месте меняют раз в три года. Тоже саму плитку. Ну, мне сейчас пример рассказывают наши муниципальные кандидаты в депутаты, вот они в районах работают. Счастье людям, живущим на древней земле сибирской. И свободы от московских цепей. Патриот Сибири. Сделай для нас ролик. Не забудь добавить в текст описание фразу «Слава Сибири». Или слова «Хватит кормить Москву». Чтобы в строке поиска земляки могли найти твой ролик. Кажется. Ну, mans.